Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях протерей Михаил Васильев. Здравствуйте, батюшка! По традиции я прошу вас, благословите наших телезрителей. Здравствуйте, Господь вас, мои дорогие, благословит. Спасибо большое. Тема нашей передачи сегодня «Церковь и армия». Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. И вы можете позвонить к нам в студию по телефону 8495-781-4954. Итак, тема «Церковь и армия». Вы уже многие годы служите среди военнослужащих. Такая тавтология. Расскажите немного о вашем служении. Я не служу в армии, я служу для армии. Как настоятель патриарших подворий при штабе РВСН, ракетное войско-стратегическое назначение, и настоятель патриаршего подворья при штабе воздушно-десантных войск, мне действительно приходится ежедневно взаимодействовать с нашими воинами, по преимуществу как раз с теми, кто служит в наших ядерных силах и части ВДВ. ВДВ, как известно, расшифровывается «войска для войны», и чаще всего именно с десантниками мне приходилось бывать в тех местах, которые сейчас принято называть «горячие точки», хотя там температура бывает разная. А расскажите, в чём заключается ваше служение? Всё очень просто. Смысл моего служения сводится к простым вещам. Чтобы каждый из тех, кто служит России в вооружённых силах, меньше, чем на Царство Небесное, не соглашался. Ну а для этого для начала узнал, поверил, захотел и понуждал себя. Потому что Царствие Небесное нудится. Чтобы каждый из тех, кто попал в армию, осознанно, осмысленно или по призыву осознавал ту высоту служения, на которой он находится, являя собой вооружённую силу нашего Отечества, нашего народа, на которую мы надеемся в любой ситуации, не только на войне, но и, например, во время наводнений или в любых других условиях, тяжких обстояний, например, при пожарах несколько лет назад. Куда обращается человек в сложной ситуации, если это масштабное стихийное бедствие или конфликт? В ближайшую воинскую часть это правильно. Солдат, ребёнок, как говорится, не обиден. А приходилось ли вам тоже участвовать? Ну, рядом стоял с гранатой под танк. Не ходил Господь Милостив, сейчас не 41-й. Ну, а так, конечно, с кем поведёшься, от того и наберёшься. Ну, я не могу сказать, что служение военного священника более опасно, чем работа, скажем, таксиста в мегаполисе. Но всё-таки чем-то работа военного священника отличается от... Ну, конечно, качественно отличается от обычного уважаемого пастыря в приходе, тем, что не мы ждём, пока на нашу условно-корпоративную территорию в храм, монастырь, подворье придёт человек. А основная работа проходит вне стен храма. Она проходит в частях подразделениях, на полигонах, на учениях, в зонах локальных конфликтов. Мы идём вместе с нашей паствой, помогаем реализовать практически то конституционное право на свободу вероисповедания, которое есть у каждого военнослужащего. Но условий их реализовать в особых условиях напряжённости военной службы, я уж не говорю о опасности военного времени, часто нет. Там, где они выполняют задачи, просто нет храмов, или эти храмы работают и живут отдельно. А распорядок дня военнослужащего так жёстко регламентирует, что возможности пойти и, скажем, подстроиться под приходское расписание богослужения удаётся не всегда. Поэтому основная форма работы военного священника – это организация той же евхаристической жизни, просто существенно раньше. Мы служим в пять, в четыре, в шесть. Очень рано для того, чтобы до завтрака солдаты и контрактнослужащие в зоне конфликтов и офицеры могли причаститься. А дальше начинается день, дальше начинается боевая учёба или какие-то другие задачи по предназначению, как говорят в армии. Ясно. А встречаете ли вы непонимание со стороны военнослужащих? Точно так же. Часто, как и понимание, наше общество неоднородно. Мы все прекрасно понимаем, что церковь наша только возрождается. И именно поэтому, конечно, эти труды только в самом начале. И, собственно, когда всё начиналось 15 лет назад в моей жизни, то, конечно, было обычным явлением. Он показывает пальцем, вон поп идёт, а сейчас уже знают, как зовут, что делаем. Знают о том, что, собственно, священник – это такая же обычная часть жизни военного гарнизона, я имею в виду те части и соединения, в которых мы работаем, как и любая другая категория служащих, которые там находятся. То есть мы уже примелькались, мы уже научились, мы уже не путаем терминологические подразделения и объединения. Можем говорить на том же самом языке. Для этого мне и некоторым другим батюшкам пришлось поучиться в военных учебных заведениях, уже будучи пастырями, научиться нехитрым навыкам с парашютом прыгать или управлять какой-то техникой. Ну, это всё тот же самый смысл, для чего святитель Николай Японский, прежде чем нести нашим южным соседям Слово Божие, выучил японский язык. Мы для этих же целей освоили нехитрую армейскую терминологию, элементы оперативного построения, комплексное огневое поражение, чтобы вот на этом языке, на примерах из жизни самих военнослужащих, очень просто и доходчиво доносить те же самые извечные христианские истины. Ну, вот ребёночку мы же, когда даём сладкий сироп с парацетамолом, чтобы он проглотил и сбить температуру, тот же самый принцип, да, мы берём в чистом виде таблеточка горькая, а со сладким сиропом можно проглотить. Вот так же и здесь для этого священник должен быть подготовлен под специальные задачи окормления военнослужащих. Более того, даже от рода и вида войск многое зависит. У моряков свои термины, свои особенности, привычки, темпы жизни, распорядок. У лётчиков немножко иначе всё. У десантников, у ракетчиков. Есть особенности, специфики службы. Поэтому, если мы говорим лозунгами, там, святое дело родине служить, это, конечно, всё правильно, но это всего лишь лозунги. А если мы вникаем и стараемся помогать, исходя из тех реалий, в которых человек живёт, то, конечно, это встречает значительно большее понимание. Именно поэтому многие осознанно солдаты, офицеры, генералы участвуют в таинствах и приходят на богослужения обычные. И хотя таких людей, осознанно воцерковлённых, конечно, как и в обществе, в целом меньшинство, но они это делают исключительно добровольно, и для них это важно. И многие из них, обретя веру, готовы за неё, если понадобится, умирать, но не отрекутся. Это некрасивые слова, поверьте. То есть это поднимает дух военных людей? Я не ставлю какие-то задачи такие идеологические. Я думаю, что для церкви это совсем не нужно. Поднимать дух или бороться с какими-то плохими явлениями в армейской среде. Хотя, конечно, это происходит, когда человек сознательно обретает веру, то ему уже неинтересно мутузить соседа или воровать что-нибудь, или брать ещё какие-нибудь безобразия совершать. Если у человека есть смысл, если он видит вот эту надмирную цель, то, конечно, он значительно больше времени и сил тратит на то, чтобы думать вначале, а потом делать. И, собственно, в этом задача. Нравственно мы облагораживаем коллектив именно воинский через то, что он одухотворяется. Но если поставим телегу впереди лошади, ставим задачу пастырем борьбу с суицидом, самоубийством, то бишь борьбу с дедовщиной, ещё что-то, мы превратимся всего лишь в тех же самых вчерашних или позавчерашних политкомиссаров, институт которых, к сожалению или к счастью, разные могут быть оценки, но он оказался неэффективен и казарменному хулиганству воспрепятствовать не смог. Поэтому многие в армию боятся идти. Хотя ситуация сейчас с переходом на год срочной службы и с увеличением количества контрактных служащих, она в разы выправилась. И я должен сказать уважаемым родителям, прежде всего мамам, что слухи о безобразиях в армии, но они раз в 20 или в 30 преувеличены. Это, мы в шутку ВДВ говорим, срочная служба, детский сад, парашютик. И кормят лучше, и условия лучше, и душевые кабины есть. И, конечно, всякое бывает, всё зависит от командира, не хочу быть сказочником. Но в тех подразделениях, где нормально налажена боевая учёба, там бы до коечки доползти, как у нас в воздушно-сантных войсках, там некогда. Там просто очень устают парни, потому что за год надо успеть очень много. И в ракетных войсках, где постоянное боевое дежурство, и где очень напряжённая ответственная служба, сил отдаётся не меньше. И это всё очень и очень тяжело. Военнослужащих не хватает из-за того, что многие не родились, а кто-то откосил. И те, кто призываются, каждому приходится одному за троих служить. У нас звонок из Белгородской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел вас спросить, как вы объясняете солдатам заповедь для Христового? Любите врагов ваших. Если солдат, особенно в контактном бою, будет своего противника любить, а не ненавидеть, он много не навоюет. С улыбкой убирает только маньяки. А как тут сочетается это всё? Вопрос. Простой ответ прозвучал не вчера. Я всего лишь жалкий компилятор. Это сказал святитель Филарет, митрополит Московский. Прощай врагов своих, личных. Бей врагов Отечеству. И гнушайся врагами Божьими. Иными словами, если обижают лично тебя, лучше стерпеть. Если обижают твою жену, твоего ребёнка, лучше защищать. Если обижают твою веру, твою святыню, то твой долг этому воспрепятствовать. Но это не означает, что ты должен обидчика обязательно ударить. Есть разные способы это сделать. Так или иначе, но из двух зол выбирают меньшие. Армия, война, конечно, это зло. Но это значительно меньшее зло, чем в вашем населённом пункте поселится 10 тысяч завоевателей, вооружённых даже лёгким стрелковым вооружением. Представьте себе, как вы будете ходить в магазин, в сберкассу или водить в садик ребёнка в школу. Вот и всё. Спасибо большое. У нас вопрос с форума. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, каким именно образом православная церковь может содействовать уменьшению насилия в мире? Необходимо ли это, а и необходимо ли для этого применение военных методов, которые сами по себе имеют, если даже и миротворческие цели, то по составу своему необходимы являются в рабской зависимости от греховных средств? Такой вопрос. Ну, я сразу скажу, что на фоне событий, которые происходят на протяжении последних десятилетий, а в общем-то от начала человеческой истории, когда сильных уважают, а слабых бьют, когда многие страны в мировой политике прилагают принципы, далёкие от нормального христианского взгляда на мир. Ну, конечно, ещё раз повторюсь, только что говорил, война есть зло, и применение силы – это мера крайняя. Но бывают такие ситуации, согласитесь, уважаемые телезрители, как в июне 41-го, в самом конце, когда другого способа остановить зло, чем просто вооружённые силы ему противостоять, просто нет. И когда в 2008 году мирные жители Южной Осетии ощутили на себе силу удара реактивных установок залпового огня, а наши миротворцы погибли, то, конечно, Российская Федерация не от желания играть мускулами вступилась за тех российских граждан, которые там находятся, в том числе наши десантники, которые повели себя геройски. А так, для каждого человека понятно, что очень хотелось бы, чтобы мировые конфликты решались в формате общественных организаций мировых, таких, как ООН. Но далеко не все страны, участницы этого процесса, как мы знаем, соглашаются на подобные площадки для обсуждения, предпочитая действовать моноблочно, агрессивно. И именно эту картину своими глазами мне довелось увидеть в конце 90-х в Боснии и Косово на Балканах. Примерно такие же сценарии после этого развивались, как вы все знаете, в Ираке, Афганистане. И мне очень не хотелось бы, чтобы по тем же принципам уничтожались другие государства. Спасибо, отец Михаил. У нас звонок из Владимира. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да, я слушаю. Да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Много слышал о вас. Хотелось бы узнать, в каких правилах вас служили, в каком году или в каком полку, в каком-то специали. Я не... Там бывших десантников... Бывших не бывает. Бывших, потому что я сейчас страна в Катерин. Простите вы, простите вы. Но в этом, в этом, я не могу сказать, что я десантник сейчас, да не могу. Поэтому хочу спросить вас, где вы служили, но больше интересно. Я закончил военную кафедру после окончания Московского университета, получил звание лейтенанта запаса и не проходил срочную службу. И с 98-го года окормляю военнослужащих РВСН, с 99-го года ВДВ. Вместе с ними, уже будучи священнослужителем, мне приходилось, собственно, бывать в зонах локальных конфликтов. Но Господь Милостив, я не убивал никогда людей и не применял оружие по прямому назначению. Вот. Это что касается меня самого. Что касается нашего служения священнического, то действительно примерно треть священнослужителей, которые сейчас окормляют военнослужащих Российской армии в разных концах страны, это действительно офицеры запаса. И многие из тех, кто окормляет, как минимум проходили срочную службу по призыву, я от армии не косил, но когда поступил в университет, у нас была военная кафедра и по окончании нас не призывали. Я пошел в аспирантуру сразу и, собственно, какой-то, хоть и вырос в семье офицера до 17 лет, вода, дрова, помои, как у нас говорили, офицерская троеборья на Крайнем Севере. Но вот не довелось, простите. Тем не менее, я могу сказать, что многие священнослужители наши имеют опыт непосредственно жизни в воинском коллективе, в офицерских чинах и прекрасно это понимают. Тем не менее, для меня кажется важным, чтобы мы никоим образом не ставили необходимым условием для работы военного пастыря или пастыря в армии наличие офицерского чина в запасе. Это, наверное, в каких-то случаях, по моему опыту, может мешать восприятию военнослужащим теми же солдатами, офицера, то есть священника в качестве именно офицера, хоть и бывшего. Бывает вполне здорово, если священник бывший актер, или бывший культуролог, или бывший еще какой-нибудь гуманитарий или спортсмен. У нас есть замечательные батюшки, некоторые, вот я знаю, в Калининграде были мастерами спорта и даже чемпионами мира по бегу. Такие примеры. Есть батюшка, вот, трудится, работая с моряками. Так или иначе, но, мне кажется, тут пример может приводиться почти в каждой епархии. Все-таки священники, которые из числа военнослужащих пришли к этому помощи. Спасибо вам большое. У нас звонок из Воронежа. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорите, мы слушаем вас. Подскажите, пожалуйста, как вы военнослужащим объясняете, что глудное сражительство – это нехорошо? Благодарю вас. Ну, во-первых, это не самый, наверное, злободневный вопрос в воинском коллективе, особенно в солдатском, которые пребывают в некоторой степени изоляции от женского пола. Это первое. Второе, что касается, это серьезная проблема, вы совершенно правы, без всякой иронии, что касается контрактно-служащих и особенно бессемейных молодых офицеров, Ну, во-первых, вспоминаем слова апостола Павла в одном из посланий, где он прямо говорит, что всякий грех получает воздаяние вне тела, а грех – блуда, блудные грехи, воздаяние уже в этом теле, уже в этой земной жизни подразумевается болезнями, тяжкими, неурядицами обстояниями. Из моего священческого опыта, пусть небольшого, могу сказать, что в фундаменте тяжких страданий очень часто оказывается детоубийство и блудные грехи молодости, разврат, который часто, к сожалению, приводит к очень тяжелому концу. Вот. Через это Господь стучится и помогает осознать, раскаяться в конце жизненного пути о содеянном. Что касается самих военнослужащих, ну, наверное, мне постоянно приходится с ними общаться, уже некоторые такие фразы избиты. Ну, я говорю простые примеры, например, вспоминаем слова замечательной благоверной княгини Февронии, что все женщины, тетеньки одинаковые, и не стоит шило менять на мыло. И если мы посмотрим на жизненный опыт многих из наших уважаемых телезрителей, то, наверное, многие со мной согласятся, что количество далеко не всегда переходит в качество. И, собственно, заниматься любовью и быть любимым – это все-таки две разные вещи. И, собственно, когда я… Ну, я рассказываю о своей семье, у меня замечательная супруга, которую я очень люблю. Пять деток, жене и родине я не изменяю. Поэтому мне очень радостно свидетельствовать о том, что в современном мире, в современном обществе можно там с волками жить, а по волчьи не выйти. Я знаю очень много семей благополучных среди военнослужащих. Больше того, таких семей большинство, именно поэтому из семей военнослужащих, как правило, дети вырастают значительно более нравственно здоровыми. И вот у нас школы гарнизонные, в которых я веду уроки, и семьи, полные по составу, в процентном отношении, в таких гарнизонных школах всегда значительно больше, чем среднестатистическая московская школа, да, где неполных семей значительно больше. И дело тут, наверное, не только в партийных организациях, которые в советский период не присваивали очередную звездочку разведенным офицерам. Этого уже давно нет, как вы понимаете. Дело в том, что жена понимается как малая родина. Ну, а кто еще родина, если не твоя семья, а твой тыл, ради которых ты служишь, рискуешь жизнью, выполняешь сложные задачи? Мне кажется, что именно поэтому не случайно, когда-то, лет, наверное, 13 назад, в палатке в Хатунях, населенный пункт в Веденском районе Чечни, у молодого лейтенанта, над его коечкой, я увидел флаг России, на него прикол-то было распечатано еще таким матричным принтером, старинным, фраза большими буквами. Жене и родине не изменять. Мне это очень запомнилось. Спасибо, отец Михаил. У нас еще один звонок. Звонок из Люберец. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот вопрос. Это, Валерий. Добрый вечер, Валерий. Ведущий. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Я не буду сейчас назвать монастырь, но в одном месте я вижу такую ситуацию, что ребята, которые призваны на срочную службу, они с яркими там убирают, то есть несут послушание, которое может не те ребенок или бабушка, но сами как бы не выполняют роли военнослужащего. Как вот с такими вот ребятами ведется какая-то работа педиатическая, еще что-то? Ну, мне кажется, спасибо за вопрос. Воборот, работа должна вестись не с военнослужащими срочной службы, а с их командирами, которые совершают должностное преступление. Это основание к тому, чтобы обратиться в ряде случаев. Если речь идет о применении солдатского труда в качестве рабского, это основание к тому, чтобы обращаться во всякие такие военно-следственные органы. Хотя я уверен, и сам такие примеры знаю, что ряд военнослужащих, и по призыву, и по контракту, кстати, в равной степени, с радостью участвуют в возрождении духовной жизни в обитлях и храмах, но это не должно быть по приказу, это не должно быть только по команде. Мне бы очень хотелось, чтобы такая работа предварялась опытными и мудрыми пастырями, наместниками монастырей, беседой, с рассказом в подразделении, что есть такой храм, есть такие-то проблемы, есть такая-то история, и есть такая-то возможность потрудиться. А, и что не менее важно, есть такая-то возможность вас вкусно угостить. И тогда большинство верующих и православных людей служат в российской армии, они отзовутся, но не надо, стой там, иди сюда. Не нужно из них делать просто оловянных солдатиков. Это в любом случае способ воспитания еще одного поколения атеистов. Ни вольник, ни богомольник, всем же известно. Спасибо. Скажите, вот такой вопрос. Известно, что церковь во многих войнах была рядом с армией. Это и Отечественная война 12-го года, и Крымская война, Первая мировая. А во время Великой Отечественной войны были какие-то взаимоотношения между церковью? Да, собственно, помимо общеизвестных фактов, которые я не буду повторять, это все можно найти в интернете, начиная с воззвания митрополита Сергия Старгородского, участия в сборе средств на создание колонн военной техники, авиационных эскадрилей. Все это так. Я бы хотел упомянуть о примерах менее известных. Значит, майор Алексей Цветков, батюшка, священник Алексей Цветков, получил майорский чин в начале 44-го года, офицерский уже чин в Советской армии, тогда уже не Красной, в 44-м году, и был прикомандирован в качестве майора батюшкой в отдельную бригаду Югославской народно-освободительной армии. Эта бригада формировалась на территории Советского Союза, и по просьбе вот тех православных людей, которые там служили, им был назначен, причем военный чин он получил, не имея до этого офицерского чина. Мне доводилось видеть фотографии священников, которые были призваны по призыву, но в своих частях выполняли обязанности батюшек хотя бы эпизодически. Я видел фотографии батюшек, которые пострижены как солдаты, в солдатских шинелях, но на шеях у них на веревочках вырезаны из картона восьмиконечные православные кресты, и они что-то говорят перед строем. Таких фотографий в интернете, я думаю, можно найти. Есть фотографии батюшек, которые принимали участие в партизанском движении, помогали на оккупированных территориях в качестве связных, но все-таки в то время это не было типично. Я бы хотел сказать, что меня очень огорчает большое количество православных басен, которые выдает желаемое за действительное. И не основываясь на документах, в ряде не очень трезвомыслящих издательств издаются басни или, скажем, более церковно-апокрифы о том, как чудесным образом у немцев переставали работать орудия после молебнов, о том, как совершались крестные леты, ходы, сплавы, и как много различных после этого успехов в армии было. Я честно скажу, что если мы не хотим обидеть уходящее поколение наших дорогих ветеранов, если мы не хотим вступать в противоречие с имеющимися письменными и фотодокументальными источниками, то в подобных оценках надо быть осторожным и все подтверждать свидетельствами совершенно конкретных с фамилиями и отчеством должностью участников, дата, время. И только в этом случае мы можем не скатиться в болото такого, знаете, нового гностицизма, когда начнем смешивать Божий дар с яичницей, желаемой за действительность. Спасибо большое. У нас звонок из Нижегородской области. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. А я у вас же уже все сказал. А, здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вот, у меня так, батюшка, такой вопрос. В настоящее время церковь отделена от государства у нас. И действует тот декрет большевистский, который был принят однажды. Церковь у нас напрочь отделена от государств, но это означает только то, что означает, что церковь не несет на себе функции государственного управления. Начиная с французских коммунаров, не к ночи будет упомянуто, это отделение церкви от государства означает именно это, что церковное вероучение не является государственной идеологией, мы не несем на себе функции идеологического воспитания, мы не получаем на это материальные средства от бюджета, никоим образом не управляем процессами ни в армии, ни в государстве. Но при этом все или, скажем, большинство населения Российской Федерации это верующие люди, большинство из них крещенные в православной вере, и почти все, кто мужеско поло, является до определенного возраста военно обязанными. Поэтому развести эти два понятия церковь и армия можно только условно. Вот каждого из нас посмотри, и у каждого из нас есть где-то лежащий военный билет или приписное свидетельство от возраста. И именно поэтому и у каждого где-то свидетельство о крещении лежит. Или, по крайней мере, есть четкое понимание, что он верит в Бога, православный человек. Как же их развести? Это одни и те же люди, которые сегодня являются работниками конкретной организации, а не дай Бог война, все пойдут. И верующие люди, я думаю, что не будут хвостя, как это было всегда в истории. Поэтому не стоит волноваться. Батюшки в армии не нарушают принципы единоначалия. Мы не управляем подразделениями. Мы помогаем совершиться той формы вакцинации от глупости, которая пробуждает в сердце человека нематериальную мотивацию к подвигу. В разное время называлось по-разному. Опираясь именно на душу человека, на его душевные свойства, это еще недавно называлось партийной сознательностью. И апеллируя к морально-этическим принципам вот этих социальных учений коммунистических, я изучал это все, у меня была в истории партии хорошая оценка, я все это помню, и Диамат, и Стмат изучали в университете. Люди мотивировали себя и совершали поступки не за деньги, а за родину. Но эта система развалилась, она не работает, и не мы ее разваливали. А в нынешних условиях, как и за 900 лет до Октябрьской революции, трудились в армии батюшки, начиная с дружины князя Владимира, если помните. Первыми дружины крестились. С этого времени уже мы знаем, что батюшки разделяли особенности жизни в походах дружин наших древнерусских. С середины 17 века есть уже письменные свидетельства о жаловании штатных священников в полках нового строя еще при государе Алексея Михайловича. С Петра I это стало общеобязательным. И до 17-го года, вернее, до января 18-го, когда указом Реввоенсовета за подписью, опять же, не к ночи помянутого Льва Давыдовича Троцкого, батюшки были выведены за штат. Тогда это понимали буквально. И десятки священнослужителей русской православной церкви, которые были священниками в годы Первой мировой, тогда были просто выведены за окольцу и расстреляны, или подняты на штыки. Уже несколько десятков батюшек полковых священников прославлено в лике новомучеников. И я уверен, количество по мере изъяснения с архивистами и выявления новых фактов будет только увеличиваться. Ясно. У нас еще один звонок. Звонок из Раменского. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, да. Алло, алло. Алло, алло. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам только попросила. Мы с вами военнослужащие. Я всю жизнь пожила в гарнизонах. Служили мы. И вот мы, когда из Польши вывели в Смоленск, у нас очень многие офицеры, политработники, в обзлание от майора до полковников ушли священники. Вы знаете, у них очень хорошо, так они ходили прямо в облачении священном, и мы их прекрасно знали. Просто я лично очень даже радовалась, потому что я православная человек, живу в церковь. Еще хочу сказать, бабушка, как вы смотрите на то, что ислам, в общем-то, распространяет свои вот идеи, и мне очень трудно смотреть, когда наши девочки славянские, православные очень должны быть, ходят в хиджабах, и вот так на них все это действует. Как вы на это смотрите? Мне просто сердце кровью обливает за то, что вот они так. У вас сколько деток, матушка? У меня двое детей. Девочки? Да. Но они в хиджабах у вас ходят? Да ну что вы, нет, конечно. Ну, слава Богу, значит, вы свой долг пред Богом и Отечеством выполнили, помогая Господь. У меня тоже три дочки, и я тоже думаю, что они не будут одевать несвойственные для них этнические одежды. Проблема ведь не в том, что к нам приезжают инородцы, а проблема в другом, в том, что мы, как нация, как народ, вымираем, деградируем, испиваемся. Они сильны ровно настолько, на мой взгляд, насколько мы слабы. Если мы не в состоянии соответствовать самому слову «семья» – папа, мама и пять деток, уважаемые телезрители, надо силы отдавать не только работе, хотя, понятно, всем материальные проблемы. Мы, священники, тоже с ними сталкиваемся ежедневно. И большой проблемой для меня, в частности, бывает. Машину трудно заправить нечем, или какие-то такие житейские нужны по семье. Но ведь в гробу карманов нет. Деньги надо вкладывать в рождение, воспитание деток. И Господь, если даст родить, даст и прокормить. По вере вашей, говорит Господь, да будет вам. Давайте, после того, как эфир закончится, вот завтра день не постный, на невидимом фронте потрудитесь, Господь милостив, может быть, будет практическая польза через 9-10 месяцев от нашего эфира. И тогда вспомним слова преподобного отца нашего Ильи Муромца, настоятелем храма, в честь которого я являюсь. Он, когда разбил всех басурман, он в конце сказал простые слова в былинии. «Ступайте все по своим местам, Русь земля не пуста стоит». Вот для нас очень важно, чтобы наша земля была не пустая. А именно для этого необходимо умножаться. Не благодаря заботам разных организаций государственных и чиновников, так вопреки. Неужели в XIV веке при татаро-монголов, или в XVII веке при польских захватчиках в южно-русских землях, или в той же самой, где вы живете, Смоленской земле, которая тогда была под, если помните, поляками, было легче. Но рожали деток, создавали семьи, были верны своим женам и мужьям. Мне кажется, тут дело в нас. Если мы сможем, как нация, не благодаря, так вопреки, но все-таки сопротивляться, ну, наверное, будет будущее у наших деток. А что касается мусульман, среди них есть много добрых, порядочных людей. Ни один священник, ни с одним мулой, заметьте, до сих пор не подрался. С одной и с другой стороны мы встречаем радикалов, видя там ваххабитов, салафитов, как их называют, или скинхедов, которые заражены нехристианской идеологией, по сути дела фашистской, да, и с той и с другой стороны по-простому отморозки. Но это не повод к тому, чтобы народы сталкивались и в братоубийственной войне крошили и так недавно только устоявшиеся границы нашего государства. Это банально, но факт. Очень легко разругаться с соседом, с мужем, с женой, с соседним народом. Но очень трудно примириться. Гордость, а то и пролитая кровь, не будут мешать этому сделать. Поэтому надо не давать всяким там зарубежным идеологам переломать нас по прутику, а быть веником. Пусть это и не электровеник, пусть это механическое орудие труда, но все-таки лучше держаться вместе. Мы же как-то разбили вместе и Наполеона, по милости Божьей, и Гитлера. И много раз вместе с русскими людьми против тех же поляков, например, шли и татары, и башкиры, и мордва, и кто угодно. Зачем надо делиться? Давайте не будем никому навязывать свою веру, а будем так жить, чтобы им захотелось самим исповедовать наши идеалы. Это, наверное, самое трудное, но, мне кажется, самое реалистичное в современном мире. Давайте не будем других механически заставлять что-то делать, а будем делать сами. Спасибо большое. У нас еще один звонок. Звонок из Солнечногорска. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Благословите, Батюшка. Господь вас благословит. Вы сейчас говорили про священников, у которых... Я не знаю, все сверхдословные. И я бы хотела бы узнать, как-то можно замолить это все, потому что я не знаю, сверхдословные, вдруг в моем роду были такие, кто творил какие-то беседы. Матушка, пред Богом вы отвечаете только за ваши поступки. И ваше родословное, которое, несомненно, украшено разными людьми, и добрыми, и не очень, молясь за усопших, вы можете помочь себе и другим живым вашим родственникам. Господь рассудит и расставит каждому, воздавая по делам его. Что же касается вас, то это никак не отягчит вас. Ответственность пред Богом ваших далеких предков – это одно, а ваша земная жизнь – это совсем другое. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. А расскажите, пожалуйста, про храм, вот настоятельным которым вы являетесь. Ну, несколько храмов воинских на территории воинских частей, где я являюсь настоятелем. Про какой рассказать? Про Илью Муромца. Про Илью Муромца. Ну, был такой святой русский спецназовец. В свое время преподобный Илья Муромец и другие богостари, тяжелая богатырская конница, выполняли такие же функции, как сейчас выполняют ракетные войска стратегического назначения. Основная ударная сила, которой сохраняется наша безопасность, сохраняется мир. Что такое сейчас Россия без ракетных войск стратегического назначения? Даже не банановая республика. У нас бананы, как известно, не растут. И единственное отличие – это, собственно, ну, или единственное существенное отличие – это вот этот фактор ядерного сдерживания, который позволяет нам и нашим политикам разговаривать совершенно открыто и на равных, на любом уровне международного сообщества. Мы в состоянии ответить любому агрессору. Именно поэтому десятилетиями на Россию никто серьезно не покушается. И как священник штаба ракетных войск стратегического назначения уже 15,5 лет, я многого в этой студии сказать не могу, но могу сказать, что после распада Советского Союза, может быть, я не специалист, с балетом похуже стало. А с ракетными войсками все в порядке. Спите спокойно, растите деток. Никому не захочется связываться с Россией. Мы в состоянии обеспечить безопасность. Так же будет и через 10, и через 20 лет. Те перспективные комплексы, когда ракетное оружие, которое мы принимаем на вооружение, испытываем или уже поставили, они обеспечивают как минимум паритет с любыми мировыми державами, которые покусятся на нашу независимость и суверенитет. Ничего с нами никто не делает. Будет стоять земля русская, а деток все равно рожать надо. Спасибо большое. Вопрос с форума. Такой интересный вопрос. Здравствуйте. Может ли церковь помочь призывнику попасть в интересующие его войска? ВДВ, морпехи и так далее? Ну, интересующие его войска, это понятие очень емкое. И боюсь, что у некоторых не только ВДВ и морпехи туда служат, входят. Я могу так сказать. Вот у нас ВДВ говорят так. Попал ВДВ, гордись. Не попал, радуйся. Это служба не для каждого. Это просто физически трудно бывает. Вот я смотрю, как ребята у нас с утра в одном из полков здесь в Подмосковье одели на них летом бронежилеты на голый торс. И они побежали. Вот бегают, 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 бегают. Устали, не могут. Сержант или страшная говорит, устали. Прекрасно отдыхаем. Приседаем, 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 приседаем. Что не можете падать? Лично отдыхаем. Бегаем, 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 бегаем. То есть проверяется в первые недели службы у каждого характера. Где вот этот вот барьер способности человека не только хочу, но и надо. Насколько человек волевым усилием способен себя заставить в ситуации усталости. Все-таки сделать следующий шаг. А уже из тех, кто неустойчив или менее устойчив, набирают в подразделении обеспечения. Они есть в любой самой боевой части. И ВДВ, и спецназа, и морской пехоты. Кто-то же, извините, занимается обслуживанием техники. А кто-то занимается разведочно-поисковыми действиями. Там в горно-лесистой местности. Или обеспечивает высадку на необорудованное побережье. То есть каждому по его нехитрым способностям, по талантам, физическому состоянию, которые человек приобрел до армии в гражданской жизни, воздается. Поэтому я всем парням рекомендую, чтобы бицепсы были не как у воробья коленка. Чтобы зарядку вы делали не только по принуждению в школе или где-то, а занимались серьезно своим физическим состоянием. Готовили себя к службе в армии. Обязательно постарались отрабатывать нехитрую ударную технику последние несколько лет перед армией. Всем же любой барышне хочется, чтобы ее спутник жизни был сильным и добрым. Но добрым для православного человека быть все-таки абсолютно естественно. И большинство людей, которые ходят в храмы Божьи, они в себя взращивают этот добродетель. А про бицепсы часто забывают. Рекомендую вспомнить. Добро должно быть с кулаками. Его еще Иван Александрович Ильин говорил. Замечательный русский философ. А какие-то требования к священникам, которые служат с этим военнослужащим? Ну, батюшка должен понимать, что будет ему очень часто трудно, что его семья будет ее видеть значительно реже, чем в семье обычного гражданского пастыря. Он любой священник, мне в частности много лет. В выходные я, как батюшка, совершаю богослужения, общаюсь с людьми. А в будние дни, как офицер штаба, по сути дела, только без жалования, без зарплаты, работаем в рамках органов управления военных и занимаемся организацией деятельности, проводим занятия по общественной и государственной подготовке, участвуем в полевых выходах, в различных разноурованных учениях, в постоянные командировки. У меня в год в среднем 50 командировок, то есть у кого-то больше, у кого-то меньше. И постоянно ты не принадлежишь себе, и, к сожалению, не всегда удается поздравить с днем рождением деток лично или взять и подарить букет цветов матушке. То есть священник должен понимать, что это будет поочечайнее. Это будет очень трудно, это будет очень благодатно и радостно, потому что, во-первых, ты общаешься с теми, кто будущее России. Мы видим именно молодых парней, которые физически здоровы, прошли врачебную комиссию без серьезных психических отклонений. И из них вырастут новые поколения, новое лицо России. И именно из тех, в первую очередь, кто служит в армии. Не случайно сейчас законодательно определяется, что те, кто откосили от службы в армии, не могут быть, например, государственными служащими. Со временем уверен, и в серьезных корпорациях таких квелок не захотят видеть. Но речь еще раз подчеркну, идет о тех, кто именно откосил, а не по каким-то другим причинам не смог служить. Спасибо большое. У нас звонок из Тюмени. Добрый вечер. Алло. Алло, алло. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Батюшка, благословите. Здравствуйте. Господь благословит. Алло, меня слышите? Да, мы вас слушаем. Да, пожалуйста. И даже благословили. Георгий, слушаем вас. Спасибо, господи. Я батюшка гвардии сержант запаса, воздушно-стантные войска. Слава Богу. У меня вопрос такого плана. Да, 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 да. Вопрос такого плана. Вы... Слава Богу, спасибо, господи, батюшка. Я слушаю, пожалуйста, говорите. Немножко прерывается, поэтому получается, что я говорю вдогонку. У меня вопрос такого плана. Вам приходилось крестить ребят, которые были... Вопрос не до конца. Берите, пожалуйста. Были в Чечне, были в Чечне. И было ли изменение у этих солдат, воздушно-стантных войск, пехоты и того и прочее, прочее другого? Ну, по милости Божией, приходилось... Менялось ли у них поведение? Вот как. Спасибо, Георгий. Менялось ли у ребят поведение? Они стали лучше, сильнее, мудрее и так далее. Спасибо, господи. Спасибо за вопрос. Ну, не надо уж там только Чечню. Просто представьте себе, Дионисий, что из нормально работающего самолета на полной скорости с мешком за спиной вам надо будет завтра выходить. Фактор религиозности у вас повысится. Задумаетесь ли вы о вечности, о смысле жизни? Тем паче, когда ситуация боевая, конечно, многие переосмысливают свою жизнь перед лицом опасности. И, как сказал командующий ВДВ, Герой России, Владимир Анатольевич Шаманов, генерал-полковник, на войне атеистов нет. Эта фраза уже стала хрестоматийной. И наш командующий воздушно-десантными войсками обрел веру именно в ходе первой чеченской кампании. Вот с ним вместе его усердием. Усердием других благотворителей, в том числе и с числа военнослужащих и ветеранов ВДВ, мы заканчиваем в Сокольниках возрождение собора воздушно-десантных войск. Величественный храм в честь и память твердой веры православной стратегических ракетчиков стоит у нас в гарнизоне штаба РВСН в Подмосковье. И множество других храмов, около 300 по Российской Федерации, построено военнослужащими, членами их семьи, без какой-либо государственной поддержки, как вы понимаете. Это статья прокуратуры, как-то бюджетные деньги на храм. И это сделано было именно потому, что вера была обретена многими во время военной службы. Ну, крестить мне приходилось очень много, особенно в ходе вот такой активной фазы второй чеченской кампании. В первую я еще не был священником. Не знаю уж сколько тысяч, может, примерно, наверное, 7 тысяч солдат, офицеров был. Один генерал крестились именно там, в Чечне. Ну, скажу шире, не в Чечне, а на Северном Кавказе. То есть это и Осетия, и Абхазия, и Дагестан, и Ингушетия. Вот, там, в общем-то, в рамках контр-теористической операции административные границы были очень условны одно время. Так или иначе, ну, конечно, вера, наверное, помогает тому человеку, который ее обретает. Но мне кажется наиболее удивительным сам факт, вот это таинство, не описанное ни в одном катехизисе, рождение веры. Вот эта вот встреча со Христом, которая произошла у апостола Павла на пути в Дамаск, как мы помним, да? А у кого-то на пути в Жане Ведено, или на Жаюрт, или на пути еще в какое-то чеченское или дагестанское село. Ну, совершенно понятно, что эта вера дорогого стоит. Не случайно многие обретают веру. Барышни пока первенца ждут, да? И носят дитя. Мужеское поло на войне или в условиях экстремальных ситуаций. Кто-то в тюрьме, к сожалению. Но это, слава Богу, тоже факт. Я думаю, что Господь милостив и каждому стучится, и на всякого мудреца, как известно, довольно простоты. При этом мы никого не принуждаем, не заставляем, не пользуемся ситуацией. Больше того, всякий раз, прежде чем крестить, мы стараемся даже в сложных условиях боевых сказать человеку о том нравственном выборе, который он делает. Что это же ты, если куришь, тебе придется курить бросить. Если ты водку пьянствуешь, лицом в салате спишь, то это неуместно с твоей новой верой. Значит, ты будешь предателем. Слава в армии слушают. Если ты сейчас женишься, это значит, тебе придется, мой родной, не таскаться с блудницами. А сознательно молиться Богу и выбирать единственную верную супружницу на всю жизнь. И деток рожать, сколько Господь даст, а не сколько захочется. Это очень трудно, но мы вставим этот выбор очень и очень ребром. Помогая человеку почувствовать вот этот вот христианский драматизм. Не только хочу, но и надо. Честно. У нас еще звонок. Звонок из Рязани. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Рязанская область вас беспокоит. Евгений меня зовут. Вот интересно было бы, батюшки, знать, а как причащаются военнослужащие? Особенно интересно, как военнослужащие срочной службы готовятся к причастию. Как вот это все происходит? Спасибо за вопрос. Ну, я сразу скажу, что в условиях боевых действий мы чаще всего причащаем запасными дарами. Там очень много приходится перемещаться, на шее дароносится, и перемещаясь по взводным опорным пунктам, ротным опорным пунктам, приезжаем и стараемся с утра причащать. То есть я лично не дерзал причащать не натощак, даже страха ради смертного, но я знаю, что были батюшки, которые так делали. И я в этом не вижу греха. Хотя, конечно, не мне грешному об этом судить. Что касается меня, и вот батюшек, которые непосредственно со мной взаимодействовали в ходе второй чеченской кампании, там на протяжении пары лет мне приходилось исполнять обязанности благочинного в Чеченской республике, пока там была фаза действий активных и местное духовенство, было очень трудно им перемещаться, выполнять свои обязанности. Так или иначе, но мы причащаем солдат таким образом. Служим, как я уже сегодня говорил, если помните, очень рано. В частях, в соединениях, в условиях учений стараемся это делать сразу с подъема, чтобы парни не успели, особенно те, кто имеют такой навык, закурить. Всегда службу с утра предваряем двух-полутора-двухчасовым занятием с вечера. Показываем нехитрые видеоматериалы для этого всегда. Стараемся возить с собой колоночки, видеопроектор. Рассказываем о том, что такое грех. С утра перед службой читаем общую исповедь. И потом, сколько есть времени и сил, начиная обычно с вечера, уже начиная мы с утра, исповедуем. Солдаты, многие не знают, парни, что такое грех. Допустим, не все знают, что блудить это грех. Мы же, говорит, добровольно, по согласию, без насилия. То есть нравственное состояние людей разное, не стоит здесь смеяться. Действительно, общество очень разное. Мы работаем с достаточно широким срезом общества, пастыри в армии. И поэтому мы проводим такие занятия разъяснительные. Если это обычное условие, не война, то делаем эти беседы с вечера. Рассказываем, что такое хорошо, что такое плохо. А с утра совершаем божественную литургию. Таким образом, с подъема, чтобы до завтрака, до приема пищи, она уже закончилась. Мы сильно ничего не сокращаем, хотя, конечно, какие-то вещи не затягиваем. Часы, например, еще что-то. Делаем так, чтобы это было динамично, краткую, но всегда это очень важно, проповедь обязательно. Обязательно стараемся так произносить все слова, песнопения, чтобы легко шипящие, чтобы легко было услышать, понять, что произносится. Стараемся пользоваться, если есть, звуковой аппаратурой, потому что военнослужащих много. И вот на таких божественных литургиях приглашаем, если есть возможность, особенно в средней полосе. Вот на прошлой неделе у вас в Рязани служили в 137-м рязанском полку ВДВ батюшками. И причащаются очень многие. Вот, допустим, в Рязани у вас причастилось, если не ошибаюсь, примерно около 300 человек военнослужащих полка рязанского. Вот неделю назад на днях такая служба у нас была в Ейске, причастилось с порядка 440 солдат и офицеров ВДВ. А с начала года вот только по полевым литургиям, вот таким мобильным, как мы говорим, летние, зимние храмы для этого создали ВДВ. Около 6000 солдат и офицеров у нас вот в этом году батюшками, которые вместе со мной окормляют наших военнослужащих ВДВ. И большие цифры, чуть поменьше, но тоже очень большие в ракетных войсках стратегического назначения, где эта деятельность ведется в целом не менее активно. Вот у нас на прошлой неделе были сборы замечательных батюшек ракетных войск. В Барнауле мы их проводили на базе одной из ракетных дивизий совместно с офицерами по работе с личным составом. Бывшие офицеры-воспитатели, замполиты, как и советские перевозки. Мы вместе в одной лодке делаем одно дело. У нас просто методика работы разная, но мы помогаем друг другу. У нас самые добрые отношения. Я могу сказать, что это такие, знаете, комиксы журналистские о том, что какое-то противоречие есть. Нет, все очень... Проблемы это общие. И места для деятельности, для работы там еще хватит очень и очень на многих. И пастырей, и мы скорбим, что очень мало сейчас после сокращения офицеров по работе с личным составом. Ну что такое один на полк? Это очень мало. Конечно, не хватает этого. И, собственно, именно поэтому и батюшки, и психологи, сейчас они гражданские, и офицеры по работе с личным составом, мы вместе трудимся в воинском коллективе, помогая каждой своими методиками, в общем-то, решению тех же самых общих задач, чтобы наше Отечество и наша Церковь укреплялись. Спасибо большое. Время нашей программы подошло к концу. По традиции, я прошу в конце программы благословите наших телезрителей. Господь вас благословит. Сейчас начинается через несколько дней осенний призыв. Если вас призовут, вы уж положитесь на волю Божию. От армии не косите. Это вообще-то грех. Спасибо вас, Христос. Спасибо большое. А я напоминаю вам, что у нас в гостях был протырей Максим Васильев. Простите, Михаил Васильев. Это не важно. Прошу прощения. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания. Божья помощь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин